Добрый день. В предыдущем видео я рассказывал про установку вариофокального объектива на экшен камеру CJ Cam 4000. Выполняю свое обещание, дополню предыдущее видео и расскажу, что далее было сделано с этой камерой. Наигравшись с новым объективом, я полностью разобрал камеру и самостоятельно изготовил и установил на эту камеру Bayonet для возможности использования объективов с резьбой C и CS. Также приобрел адаптер резьбы, чтобы при необходимости использовать объективы с резьбой M12, например использовать штатный объектив. Сложность реализации задуманного заключалась в необходимости перенести датчик изображения или так называемый SMOS-сенсор с платой камеры на переднюю панель. Для этого были приобретены держатель объектива, гибкий плоский шлейф на 26 контактов длиною 5 см и коннектор для присоединения датчика изображения к плоскому шлейфу. Плату коннектора я несколько уменьшил в размерах, поскольку коннектор никак не хотел помещаться в корпус камеры. Части Bayonet выточил с дюрали на токарном станке. Я опробовал три имеющихся сейчас у меня объектива, коротко расскажу о них. Объектив с предыдущего моего видео с резьбой M12 и переменным фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм. Этот объектив недорогой, светосильный, значение диафрагмы составляет 1,4. Объектив позволяет получить достаточно качественное изображение. По краям картинки присутствует едва заметное размытие, но в целом объектив очень интересный. Из недостатков нужно отметить относительную сложность настройки этого объектива. Кольцо настройки фокуса достаточно трудно выставить с точностью до долей миллиметра. Буквально чуть прикоснулся и настройки фокуса уже сбиваются. У этого объектива отсутствуют вышеперечисленные недостатки и не замечено размытие изображения по краям картинки. Объектив предназначен для камеры видеонаблюдения с автоматической диафрагмой. Его фокусное расстояние от 2,8 до 8 мм. Механику автоматической диафрагмы из этого объектива я выкрутил, поэтому значение диафрагмы не изменяется, оно максимальное и составляет 1,2. С этим объективом камера очень хорошо снимает при слабом освещении. Кольцо настройки фокуса поворачивается на 270 градусов, поэтому настраивать фокус достаточно удобно. Еще один достаточно интересный объектив с Алиэкспресс с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм. Кольцо настройки фокуса этого объектива поворачивается внутри полных оборота, что позволяет настраивать фокус очень точно. В общем, все эти объективы плюс-минус дают достаточно хорошую, примерно схожую по качеству изображения картинку. И подведем итоги. Возможность быстрой смены объектива с целью установки объектива, наиболее подходящего для условий съемки, без сомнения расширяет функционал экшн-камеры. Аптические искажения изображения в виде дисторсии эти объективы не позволяют убрать полностью, но позволяют в значительной мере их минимизировать. Еще один положительный момент – это достаточно высокое качество изображения при макросъемке, а также возможность приблизить объект, как пример, какие-то детали пейзажа. Основным же недостатком является сложность настройки. При съемке с рук настраивать фокус, глядя в маленький экран камеры, относительно сложно. Несколько проще это сделать, подключив камеру к смартфону через приложение, но здесь есть другая проблема. Вращать кольцо в настройке резкости объектива приходится очень медленно, поскольку при работе через приложение в случае именно с этой камерой есть существенная задержка. Поэтому, что касается вопроса удобства использования камеры с подобными объективами, все не так однозначно. Преобразование таким образом экшн-камеры – все-таки несколько спорное решение. Если подразумевается использование как дополнение к основной экшн-камере, то, наверное, такое решение имеет право на жизнь. Я же продолжаю экспериментировать и думаю, что некоторые эпизоды в моих последующих видео будут сняты с использования этой камеры и данных объективов. А на сегодня это все, чем хотел с вами поделиться. До свидания.